Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Я приветствую всех. Сегодня 23 декабря, пятница. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, минус 9. Днём плюс 4, плюс 9. В горах местами минус 1, плюс 4. Ночью и утром на дорогах галидится. В Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6. Днём 6-8 градусов тепла. 17 декабря. Ярослав Запашный. В Кисловодском цирке. Спешите! Мы продолжаем рассказывать о жителях Карачаева-Черкесии, которые в разные годы были удостоены высшей государственной награды за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий. Именем одного из них назван музей в Центре военно-патриотического воспитания молодёжи Черкеска. О боевом пути героя Советского Союза Филиппа Трофимовича Амельянюка в сюжете корреспондента Артура Мхце. Февраль 45-го. Германия. Подразделениям Советской Армии необходимо обеспечить переправу через реку. Успех стал возможен благодаря правильной организации при непосредственном участии капитана Филиппа Амельянюка. За ту переправу он был удостоен «золотой звезды» – высшей отметки заслуг во время боевых действий. Сейчас его наградной лист, а также другие медали и ордена бережно хранит внучка Елена Нетепина. По словам руководителя управления культуры города Черкеска, Филипп Трофимович не особо любил рассказывать о Великой Отечественной войне. Его куда больше беспокоила жизнь семьи. И когда после ранений и пребывания в госпитале удавалось выбраться домой, казалось, не было счастливей человека. К слову, одна из дочерей также пошла по стопам отца. В годы войны являлась радисткой на Черноморском флоте. «Моя мама, она младшая дочь. Средняя дочь, Лидия, она работала здесь. Здесь строили железную дорогу по Усть-Джигуте. Таисия, она работала на тракторном заводе в Челябинске. В числе девушек из города Черкеска в 1942 году 50 девушек было отправлено на курсы радисток. И только двух из них призвали на Черноморский флот. И Нина Филипповна, получается, его старшая дочь, вот она воевала тоже, была награждена наградами». После войны Филипп Трофимович по партийной линии был отправлен на поднятие целины и выращивание зерна кукурузы в Кустанайском районе Казахстана. Спустя несколько лет раны военной поры дали о себе знать. И он, почувствовав недомогание, вернулся на родину. Где и умер в 1966 году. Его похоронили у основания памятника защитникам Отечества, который в то время выглядел несколько иначе. На Аллее Славы стоит и бюст героя Советского Союза Филиппа Амельянюка. Вечный огонь горит в память о таких людях, жителях Карачаева Черкесии, которые ценой собственного здоровья, а то и жизни защитили родную землю. Заслуженного земляка помнят в Кочубеевском районе Ставрополя, где он родился. Несколько лет назад в одной из школ была открыта парта героя. Его имя носит и поисковый отряд Центра военно-патриотического воспитания молодёжи Черкеска. Музей пополняется экспонатами, музей пополняется информацией. В 2007 году была такая акция, работа вокруг имени героя. То есть именами героев Советского Союза, именами героев войны назывались там школы, отряды. Но мы решили, что наш поисковый отряд должен носить имя героя Карачаева Черкесии. Мы выбрали Филиппа Трофимовича, потому что он нам был ближе как-то. Мы изучали боевые пути всех героев, но решили, что мы хотим носить именно его имя. Я считаю, что такие музеи нужны для сохранения памяти, потому что без прошлого нет настоящего. И если люди не будут вспоминать прошлое, помнить его, то они не смогут в дальнейшем жить. Жить можно и без сохранения и изучения страниц истории. Такие примеры в обществе тоже есть. Но лишь умение ценить то, что сделали в том числе герои Отечества, позволяет идти дальше, учитывая опыт прошлых поколений. Артур Махцель и Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит Вести Северный Кавказ. Затем смотрите программу «Сила права» и передачи русской редакции. Оставайтесь с нами на канале Россия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...